Добро пожаловать в Секуль. Как ваше настроение? Я смотрю, у вас настроение на миллион долларов. Есть такое? Если у вас настроение на миллион долларов, значит работа хорошо пойдет. Дорогие мои, я буду сегодня и все течения этой конференции предельно искренне к вам. Я очень хочу, чтобы все те вещи, которые я буду говорить, вы могли усваивать и практиковать. Те вещи, которые мы обучаем, они очень необходимые вещи, самые нужные вещи. Я буду пошагово рассказывать, но больше буду говорить вам в виде историями. Я долго изучал историю пророков. Пророки говорили историями, потому что история запоминалась долго, на веках. Она запоминается, потом анализируется и так далее. Я буду очень много примеров привести, по которым вы можете это делать. По окончании этого курса, сегодняшние и остальные дни, когда вы отсюда уезжаете, у вас должен рождаться некий стратегический план, как, исходя из того места, где вы находитесь, я имею в виду, чем вы занимаетесь. Возможно, кто-то там продавец, кто-то бухгалтер, кто-то учитель, кто-то там педагог и так далее, кто-то стоматолог. С того места, где вы находитесь, оттуда, как начиная, дойти до миллиона долларов. Кто мне понял? Чтобы это не выглядел далекой цель, это не выглядит, как будто это далеко. Именно с того места, чем ты занимаешься, как делая этого, следующий шаг принимать, потом следующий шаг принимать, и постепенно дойти до миллиона. На самом деле, когда речь идет о миллион долларов, многим людям, оказывается, понимания этого не хватает. Людям кажется, что миллион, как будто это ракета запускает в космос. Потому что люди подсознательно себя всегда видят неудачниками. Люди подсознательно всегда себя видят далеко от успеха. Когда они слышат слово «успех» или слово «успешный человек», они думают, это кто-то другой, но не я. А когда слышат слово «миллионер», то, конечно, ему что-то повезло. Они, когда говорят, что можешь стать успешным, они думают, если я стану успешным, возможно, когда-нибудь. Когда-нибудь, через 20 лет, 40 лет, но если Бог даст, когда-нибудь. Вот в таком подходе. Получается, что люди всегда подсознательно сами себя далеко видят. А потом, любое подсознательное ожидание, оно оправдывается. Потому что в голове человека туман и видения не хватает. Наша задача, первый день я буду говорить вам, как вот это видение изменить. Вот, знаете, надо приключать свое сознание, переобучать свое сознание. Дело в том, что общество, в котором мы живем, оно другая. Скажите, пожалуйста, в нашем обществе больше люди верят об успехах или о миллионах, или вообще говорят о других вещах? В нашем обществе, в основном, люди говорят о проблемах. В основном, они жалуются. Я помню, где я вырос, где я вырос, если мой родственник купил новую квартиру, старался, чтобы другие родственники не знали. Я был в шоке, почему он старается, чтобы другие не знали. Я помню, у меня было в седьмом классе, он просто так получил, что приехал в город, я был с ним, и он сказал, ты никому не говоришь, что я квартиру купил. Я был в шоке. Почему люди не хотят своими удачами делиться другими, как будто кто-то заглазит их. А вот своими проблемами они готовы делиться со всеми. Если у них голова чуть-чуть болит, они всем расскажут. А если ты не звонишь, они говорят, я болел месяц, ты на разу не звонил. Внимание обратите. Люди готовы делиться проблемами. Они не хотят говорить о своей удаче, о своем успехе. Внимание обратите. В дальний момент у меня учатся уже двадцать один человек индивидуально. Двести двадцать один предприниматель, они бизнесмены. За три с половиной года с помощью Аллаха удалось 24 долларов и миллионера вырасти. Двадцать четыре. За три с половиной года. И эти ребята, у них доход был тысячи долларов, три тысячи долларов, пять тысяч долларов. Вот такой был доход. Это показатель, что моя методика работает. Согласны? За три с половиной года. Смотрите, четырнадцать лет, пятнадцать лет, некоторые из них были двадцать лет бизнеса. У них доход был от тысячи до десяти тысяч долларов в сезоне. В сезоне, когда десяти тысяч. А потом тысячи, три тысячи, пять тысячи, вот так средно. И они за три с половиной года вышли на уровне миллионера. Кто такой миллионер? Если в год вы зарабатываете больше миллион долларов дохода, не активе. Например, недвижимость, ты сам по себе стоимость выросла. Это не показатель, что вы миллионер. Если у вас есть там недвижимость, какие-то там, то, что вы приватизировали в двенадцатых годах, или купили квартиры, и цена подорожала, и он стоит миллион, это не показатель, что вы миллионер. Потому что ваше сознание не вырос. Но если ваш доход в год, годовой доход, больше миллион долларов, ты миллионер. Двадцать четыре из них мы вырастили, долларовые миллионеры. Некоторые из них даже мне говорят, наставник, может быть, мою историю не надо показать? Я ему говорю, почему? Ты что, обманываешь меня или правду говоришь, когда ты мне отчеты даешь? Нет, правда. Я говорю, твой доход вырос? Он говорит, да. Я говорю, а почему ты не хочешь об этом поделиться другими людьми? Он говорит, как-то неудобно, буду думать, что хвастаюсь. Видите, у нас менталитет такой. Мы боимся говорить о своих достижениях, мы боимся говорить об успехе, но о проблемах мы с удовольствием не говорим. Два дня назад один из этих учеников пришел ко мне, два дня назад. Он с Бишкека приходит, я говорю, как дела? Он говорит, все плохо. Я говорю, а что плохо? Он говорит, вообще все плохо, наставник, вы не представляете. Я говорю, давай рассказывай. И он начнет мне рассказывать. Жена родила сына, и он рассказывает мне, что в этом году он фермерством занимается. Он говорит, что я в этом году 50 чем-то бишков увеличивал, фермерство же. А потом говорит, что новый офис открыл и так далее. Все плохо. Заходит ко мне с словами, все плохо. Полчаса убеждает меня, что у него очень плохо. Потом, когда я начинал, у меня такой характер, когда я задаю вопрос, я говорю, рассказывай мне цифры, говори мне, пожалуйста, показателями. Потом я сам определил, хорошо или плохо. И он начинал мне говорить, когда закончил, через час я ему сказал, послушай, почему бы тебе не быть благодарным? У тебя стадо растет, растет, бизнес увеличивался, доходы увеличивался, команда, новый офис. А что ты недоволен-то? Жена родила тебе наследника. Это тебе первый сын. Он говорит, да. А у тебя еще был ребенок, да? Нет, это первый ребенок. Я говорю, а что плохого тогда? Он говорит, что-то трудно. Вы внимание обратите, да? Вот как мыслит обычный человек. На место того, чтобы видеть в своей жизни много возможностей, хорошего, бить благодарным Всевышнему, бить благодарным то, что есть, наоборот мыслит. Странно, да? Наоборот мыслит. Люди свои проблемы любят показывать, как будто им очень много проблем. Людям нравятся свои маленькие проблемы, надувать, потом от них создать в такое, значит, впечатление, как им так трудно, потому что они любят, когда кто-то их жалеет. Я, да, да, да. Людям нравится болеть, людям нравится жаловаться, людям нравится, оказывается, это подсознательный трактор. Это требование внимания к себе. Вот такое, оказывается, приходит. Дорогие мои, если такое мышление имеем, такое сознание имеем, миллионы не видят нам. Кто мне понял? Но миллион проблем будет точно. Вот поэтому, родные мои, первое, чего надо нам усваивать, наше общество, оно другое. Самое первое, с чего надо начинать, переобучать свое сознание, умение видеть. Умение видеть. Когда человек учится, видит возможности, он меняется. Проблема в том, что наше сознание, наше сознание от тех людей, которые миллионером стали, чуть-чуть остало. Я сейчас расскажу, вы поймете мне. Посмотрите 90-е годы. Кто помнит 90-е годы? Вы согласны, что все люди были одинаковые? Деньги поменялись. Даже у кого были собрежения, он тоже потерял. Получается, что перестройка всех нас равнял. Потом сказал, вот она новая жизнь. Рыночная экономика. И отправили нам на новую жизнь. Получается, что люди, послушайте. Вот так, по этой дороге ходили, ходили, спокойные жизни. Образование бесплатно, лечение бесплатно. Так же было? Там, можно сказать, жилье бесплатно. Как-то люди привыкли вот так. И достаточно было получать диплом. Это диплом на всю жизнь. Классно, да? Один раз диплом получаешь, на всю жизнь гарантируешь, что ты умный. Я анализирую в тех годах, думаю, странный мир. Люди привыкли так продолжать. Но кто-то, 5 или 10% людей, они осознали, что изменения происходят в мире. Они поняли, что жизнь началась по-другому. И эти люди начали... Им было трудно, у них не было знаний. Они начали попытаться. Попробовать. Они начали открывать свои бизнесы. Кто-то торговлей заниматься. Кто-то таскал там... Как называлось это? Чельночество? Чего-то там занимался и так далее. Они пошли по другой дороге. Получается, что эти продолжали идти, а эти пошли по другой дороге. А вот те люди, которые по другой дороге пошли, конечно, 70% из них банкротились. Потеряли бизнес, в долгах попали. Кто-то из них хитрил, обманывал, кидал друг друга. Так и было же. 30% из них честным трудом продолжали работать. Вот те, которые... 30%, которые честным трудом трудились, сегодня они хозяева в магазине, хозяева в торговые центры, хозяева в гостинице, хозяева в рынке. Мы же видим их. Хозяева... Согласны? Вот, бизнес-центры и так далее. Они идут и дальше идут. То есть они ошибки совершали, исправляли, и дальше продолжали, продолжали. А те, которые хитрым путем обошлись, они банкротились, вернулись назад, обратно туда. Теперь внимание обратите. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что... Что делали этих людей разными? Только видение. Только умение видеть. Мышление, мыслить. Когда у человека мышление богатого, он видит. В любой ситуации видит возможность. А когда у человека нету этого видения, он не может понять. Это такой вещь, которую с силами не заберешь у другого. Деньгами не купишь. Это невозможно деньгами купить. Этого надо самостоятельно развивать. Развивать вовсюду. Во всем. Развивать талант, умение видеть, умение учиться у всех. Умение учиться особенно у природы. И видеть возможности на каждую мелочь. И потихонечку сознание растет. Вот эти люди сегодня, они все богатые. Кто из вас хотел бы попасть в 90-х годах, имея сегодняшние мозги? Классно было бы, да? Вы согласны, что если вы сейчас попали бы в условия 90-х годах, имея сегодняшний ум, сегодняшний талант, вы то, что за 25-27 лет добились, за сколько лет сделали бы? Кто-то 2 года, кто-то 3. Согласны? Кто-то 5. Знаете, никогда, ни разу никто мне не сказал больше 5. А что помог бы вам 20 лет экономить жизни? Ваше сознание. Уровень вашей понимания. Вот о чем идет речь. Я сегодня буду об этом говорить. Завтра буду говорить, как создавать эти вещи. послезавтра буду говорить, как превращать миллион. Понимаете? Это очень важно. Вот это выйдет надо, понимать надо. Внимание обратите. Я хочу вам один хороший новост сказать. Это новость, супер новость. Знаете, какой новость? Сегодня, похоже, как в 90-е годы уже начался год назад. Я серьезно? Знаете, все, как было в 90-м году, перестройка. Год назад эта перестройка началась. Рынок начинает меняться. Рынок начал очищаться. Дилетанты исчезнут. Профессионали останутся. А сейчас даже те динозавры, динозавры, кого вы знаете, динозавры умерли, знаете? Я динозавры называю некоторых этих бизнесменов. Динозавры умирали в тех годах, потому что не могли адаптироваться к новым условиям. Многие крупные бизнесмены банкротятся в течение 10 лет. Вы увидите. Многие бизнесмены уйдут с рынка. Появятся новые бизнесмены. Появится молодежь, появятся активные ребята, которые более активно понимают маркетинг, понимают сеструктирование, понимают, как правильно бизнес построить. Те люди, которые учатся, а те люди, которые ведут бизнес по той модели, которой в 90-х годах, они уйдут от рынка. Вы увидите их. У кого есть знакомые, друзья, родственники, богатые, или ваши родственники, или, может быть, ваши родители, и они начинают говорить, знаешь, что-то бизнес не так, как раньше. Динозавры начали шевелиться, называется. То есть получается, что рынок начинает меняться. Многие из них, они не хотят учиться. Вот что губит их. Они думают, что, ну, ну, что там, купили здесь, там продал. Купили здесь, там продал. У меня есть один друг, он экс-министр. Недавно мы с ним общались, он мне говорит, «Да, Влад, чему вы учитесь о бизнесе?» Я сказал, знаете, самая сильная учеба – это бизнес. Он говорит, почему? Я сказал, это как спорт. Это как спорт. Например, вы свой титул каждый год должны защищать. Так же или нет? Я сказал, бизнес – это не образование, что диплом получал один раз на всю жизнь. Здесь как спорт. Каждый год надо себе бороться. Ты понимаешь, если ты заработал прошлый год, за прошлые твои достижения рынок тебе оплатил. А в этом году надо бороться заново.